так ребят хочу рассказать как не надо ставить капканы на куницу вот у меня здесь был была крыша постоянно обрывает потому что когда сильный ветер деревья раскачиваются и гвозди даже 150 гвозди зимой в мороз просто обрывает поэтому лучше делать на чтобы одно дерево было большое а другое маленькое не не так сильно раскачивать одно за другим тянет а так вот постоянно я уже на 1 5 или 6 этот капкан переделываю постоянно обрыва два сильных берем сейчас буду рядышком где-нибудь поставлю вот здесь наверно маленькое одно большое ага где Наверное, вот тут сейчас сделано. Вот здесь сделано. А, понятно, да. Я хочу чуть-чуть по-английски, да? А? Я хочу чуть-чуть по-английски. Сергей просто сказал, что он хотел показать людям, как не сделать эти трапы. Потому что, как вы видите, здесь есть большая фир и еще большая фир. И, как он сказал, что, когда воздух начинается громко, то даже большие 150-миллиметровые фиры, они просто сделаны. Так что, лучше сделать трапы на один большой фир и маленький фир, чтобы они смогут двигаться. Потому что здесь, на две большие фиры, он говорит, что, когда очень холодно, около 20-30 градусов, то наносится, что он просто снаб. И, как вы видите, здесь. И, как вы видите, он показывает, что он хотел сделать это небольшой фир. И, как вы видите, он хотел сделать это небольшой фир. А-а-а! А-а-а! И вот здесь у нас есть троп. У нас есть небольшая ровка. У нас есть спрус, бронхи и твыг. И у нас есть небольшая платформа для тропа. Очень просто. У нас есть highway. У нас есть дорога. И у нас есть природа. Возьмите. Пухлый бобрик. Вкуснятина. Вкусно, пахнет. Пиво, милец. Я поставлю немного санта на тропу. Подвешивать надо так, чтобы у куницы не было возможности ниоткуда. Только отсюда. чтобы она смогла достать только с этого места ниоткуда не сверху не откуда такие пироэты выкручивала иногда хитрый тоже зверь-то че всем жить охота инстинкт самосохранения все равно присутствует капканчики использую единичку на левку в а двойку слабыми пружинками лучше конечно единичкой налив самодельно самодельный язычок из старого капкана а ума и цуя механизм очень чувствительная она меня капкан еще стараюсь подвешивать всегда вот на этот на эту жертв чтобы куница не могла достать не до дерева не до этой же где свободно висела и быстрее засыпала меньше чтобы мучить звери а то ладно поэтому бревну забираться на крышу как разного много что может так а приходилось забирать куницы что ты говорил проще но чуть-чуть слабая нет на на капканах на двойке это единица двойка она ногу перебивает и кость ломает и куница вихаться вихаться и перекручивать ногу уходит без ноги у нас что пружина не сильно будет не сильный пружинка о капкана нормально он сказал что спринги и эти спринги они не слишком тяжелые потому что если они слишком тяжелые они просто бросают ноги на животных и так далее они просто бросают куницу и прыгают с одного кунице это не так круто сейчас очень много в youtube информации как ловить куницу когда я начинал ловить информации не было никакой абсолютно не не интернета не было ничего поэтому пользовался старыми журналами охота 60-х годов читал книги до многих тонкостей доходил сам так что вот такие дела сейчас информации много много блогеров которые снимают а раньше ничего не было так как он сказал что когда он начинал все эти траппы и так далее нет интернета и никаких информации не доступны не как сегодня где вы можете посмотреть на youtube и увидеть как все это сделано что он делал в том что он читал книги из старых журналистов о хранитхи и траппах из 60-х годов и так далее так как он научился кстати он был хранителем здесь 7 лет поэтому он знает немного о том что здесь с деревья